Быть свободным и независимым или идти на поводу общества, вырваться на долгожданную утиную охоту или остаться дома и поддержать любимую женщину. В Театре имени Горького во Владивостоке несколько дней осталось до премьеры спектакля по легендарной пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Пьеса считается одним из шедевров драматургии. Она не раз экранизирована и вот уже много лет идет на лучших сценах России и мира. Драма о плохом, хорошем человеке постоянно ставит своих героев перед выбором. Это об этом история, о том, что если ты хочешь жить как Витя Зилов, то есть быть максимально свободным от общества, от обстоятельств, ни под кого не прогибаться, быть абсолютно максимально самим собой, ты должен пожертвовать этим самым обществом. И 99% из 100, что ты станешься один. То есть надо сжигать мосты. Потому что это большой соблазн – жить независимо и быть что хочу, то и делаю. Но общество этого не, скажем так, не прощает и не терпит. Решение задействовать молодых актеров в такой серьезной пьесе – волевое решение художественного руководителя Горьковки Ефима Звенятского. Исполнителю главной роли Евгению Сидорову всего 25 лет. Мы играем «Утильную охоту» 2023 года все-таки. Да, поменялось время, у нас стало больше телевизоров, у нас появились компьютеры, телефоны, но человеческое нутро, оно осталось неизменным. А это самое главное, о чем мы хотим рассказать. О внутреннем мире человека, о его масштабе личности, о том, как его личность растет и меняется. При принятии определенных решений, когда мы наломали дров по незнанию чего-то, по неопытности, свои первые ошибки, первые грабли должны пройти каждый, как и Зилов проходит. Это его грабли, у каждого они свои. Премьеры пьесы Вампилова на Приморской сцене пройдут 15 и 16 декабря. Евгения Брыкина, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.